В этом видео мы рассмотрим процесс создания отчета в импринтинг. Прежде чем создавать отчеты, следует убедиться, что выполнены все требования для разрешения и настройки отчетов. Требования для актуальной версии можно найти на сайте helpclick.com. В статье «Рассылка отчетов. Клик-н-принтинг для Кликсенс». Обязательно проверить версию на актуальность в левом верхнем углу. И вот здесь располагаются требования. Нужно проверить, чтобы они все были выполнены. Далее заходим в «Клик-н-принтинг. Веб-консоль». Нам нужно создать приложение. После этого нам нужно для этого приложения создать коннекшен. Для одного приложения может быть как один, так и несколько коннекшенов. Выбираем то приложение, для которого мы создаем коннекшен. Выбираем «Кликсенс», потому что у нас сейчас интеграция с «Кликсенс». «Прокси-адрес» — это у нас сервер. «Ид» приложения мы смотрим в самом приложении. Вот эта часть, мы ее копируем и вставляем сюда. Дальше идет домейн и юзернейм пользователя, у которого это приложение находится, в чьем потоке. кто его владелец этого предложения. Так, дальше мы проверяем наш коннекшен. Прошла верификация. Нажимаем «Create». Вот он генерится. Генерация прошла успешно. Далее мы создаем фильтры. Можем создавать, можем не создавать, если они нам нужны. Также выбираем приложение. У нас активировались вот эти две вкладки. Фильтры можно сделать либо по полям, либо по переменным. Мы сделаем фильтр по полю «Год». Выбираем поле. Задаем ему значения. Можно несколько значений задать. и нажимаем «Create». Также мы можем создать условия. В рамках одного условия можно создать несколько правил. Правила устанавливаются на основе значений графиков или переменных. Например, можно поставить правило показа графика, если в нем есть данные. Вот у нас активировалась «Rules». Вот у нас активировалась «Rules». Вот мы выбираем график. Выбираем любой график, который нам хочется проверить. Например, количество заказов. Если есть заказы. «Contains values». То есть этот график будет показываться только в том случае, если он содержит какие-то значения. также можно сделать для переменной какие-то значения, чтобы происходила проверка, если переменная равна какой-то другой переменной или выражению, или константному значению. Но мы вернемся к тому, что было. Когда мы сейчас создавали правило, у нас вот здесь указывалась ID объекта. Здесь у нас подписано название графика, то есть мы понимаем, что это за график. Но также у нас есть те, где не подписано. Чтобы проверить ID объекта, мы заходим в наше приложение. И в конце URL мы добавляем мы добавляем options.developer. И это дает нам возможность посмотреть ID объекта. Если мы правой кнопкой мыши нажимаем, получается у нас появилось вот это поле «Developer». И вот отсюда можно скопировать ID объекта и добавить в настройки. Итого мы создали приложение Connection Подключение к документу, к приложению. Фильтры, условия и правила. И теперь мы переходим к созданию отчета в раздел «Reports». Нажимаем «Create report». Выбираем формат. Excel, HTML, PowerPoint и другие. И мы выберем Excel. Выбираем приложение. Можно сформировать отчет на основе пустого файла либо с использованием шаблона форматирования, специфичного для вашей компании. Его нужно подготовить заранее. Мы выберем пустой файл. Далее включаем, если нужно, enable on-demand API report generation. Это доступность отчета из Access Point. Enable cycle – это цикличность, когда несколько отчетов формируются по заданному полю. Например, по годам. То есть, если мы ставим Circle по годам, то у нас будут формироваться отчеты для разных годов. И эта функция активирует динамическое образование имени. Выбираем Connection. Выбираем поле. И вот здесь у нас динамически будет формироваться название имени отчета по полю, по которому у нас цикл и название отчета. Connection. Далее у нас есть возможность выбрать, будет ли создаваться отчет в случае ошибки при валидации данных графика либо таблицы. Есть опция того, чтобы отчет создавался в любом случае, либо чтобы он создавался только после решения данной проблемы. и нажимаем Create. Отчет сформирован. Теперь мы можем отформатировать шаблон. У нас открывается InPrinting Designer. Открылся. Теперь мы можем, например, подписать страницы будущего отчета. Добавляем AdPages. Выбираем поле, по которому будет подпись Квартал. Вот здесь у нас появилось это значение. Мы можем его еще вывести сюда, чтобы было явно видно. Далее мы добавим таблицы, графики и уровни. Таблица у нас будет из приложения по прибыль по товару и продажу по товару. И график мы возьмем по продажам менеджеров. Для того, чтобы добавить прибыль по товару, нам нужно зайти в таблицы, нажать нажать Add Objects, найти нужную таблицу и добавить. Подпишем эту таблицу. также в этом редакторе можно выделять цветом, менять шрифт. Добавим. Для наглядности можно выделить ячейки. и добавляем график через Images. Переносим также. и выделяем. Для того, чтобы посмотреть, что у нас получилось, мы нажимаем Preview. Вот у нас загрузились отчеты по годам. Мы видим, что у нас не применился фильтр, что мы забыли применить фильтр. Возвращаемся, чтобы это сделать в отчет на вкладку фильтры. Переносим фильтр. Update Report Filters. И возвращаемся обратно. Теперь у нас загрузились только нужные года. Мы можем открыть для того, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Прибыль по товару. Вот у нас четыре вкладки на каждый квартал. И график продажи менеджеров за этот квартал. Мы возвращаемся и продолжаем редактировать дальше. Теперь мы можем добавить уровни. Мы можем сделать общие показатели и ниже сделать, например, для каждого офиса, для каждой страны, в которой есть офисы. Пускай это у нас будут общие итоги. Выделим это другим цветом. А здесь у нас будет уровень по стране офисов. офис-кантри. У нас появился уровень, мы его раскрываем, добавляем. О, нюх. АT. Во. ... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще раз можем посмотреть, что у нас получилось. Вот мы видим, что у нас получились общие итоги по всем офисам, по продажам менеджеров и по товарам. А дальше у нас идут по странам, в которых находятся офисы разбивка. То есть США, Франция и так далее. И также у нас есть разбивка по кварталам. Это документ за определенный год. И вот у нас их несколько. Они все сохранены. Получается, что в отчетах импринтинга можно работать с страницами, уровнями, графиками, таблицами. И также можно использовать ячейки, переменные и формулы. Когда шаблон отчета готов, нужно его сохранить и создать задачу для распространения отчета. Для этого мы заходим в «Task», «Create», нажимаем «Create Task», выбираем наше приложение. Дальше мы видим два значения – «Days to keep» и «Reports to keep». Здесь выбрано значение по умолчанию, но их можно изменить. Первое значение – это сколько будет храниться данный отчет. А второе – в каком количестве, сколько экземпляров. Нажимаем «Create». Переходим в «Reports». «Reports» – не вот эти, а вот эти. В «Task» – «Test Task». Дальше переходим в «Reports». Добавляем «Reports». Выбираем наш «Reports». Можем выбрать более удобное для пользователей имя. Название этого отчета. Отчет по продажам. Отчет по продажам. Выбираем «Формат». Здесь можно выбрать галочку «Прикрепить к e-mail». Далее переходим в «Users и Groups». И выбираем здесь «Пользователи» либо «Группы». Указываем, где будет опубликоваться отчет. Либо «New Stand», либо «E-mail». И добавим еще одного пользователя. Далее добавляем фильтры. Далее переходим в «Destination». В «Destination» мы можем для пользователей или для группы изменить место публикации отчета. Либо на портал, либо электронным письмом. Если это письмо, то дальше мы можем определить параметры письма. Параметры письма определяются здесь. То есть это будут параметры отправителя, получателя. Можно подписать тему отчета, формат или добавить сопроводительное письмо. В сообщении можно указывать также теги, которые будут автоматически меняться на имя пользователя, компанию, отдел или другие атрибуты пользователя. Затем выбираем, какие отчеты будут добавлены во вложение. Выберем «All Reports Attached». Добавим небольшой текст и перейдем к триггерам. Триггеры определяют, с какой периодичностью происходит рассылка отчета. Мы выберем «Once», то есть это «Единожды», «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», «Ежегодно». Также здесь можно выбрать дату начала, с которой будет действовать триггер. И переходим дальше к условиям. «Conditions» — это условия формирования и отправки отчета. Здесь мы можем добавить тот condition, который мы уже создавали. После того, как мы все сохранили, возвращаемся на уровень выше. И мы видим, что мы можем запустить сейчас отчет. Либо он будет по триггеру, который мы выставили, запускаться. Либо вот можем нажать на эту кнопку, и он успешно сформирован. На портале NewStand появился наш отчет. Мы можем его при нажатии загрузить. Он открывается, и тут будет все то же самое, что мы создавали в шаблоне. Вот и вся информация на тему создания отчета в импринтинг.